Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отмечаем большой праздник День Победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте! Сегодня, в этот светлый день, на центральной площади Забайкальской столицы собрались чудинцы и гости города, ветераны и школьники, студенты и рабочие, ученые и бизнесмены Все те, кто чтит память наших героических отцов и дедов Все те, кто помнит великий подвиг советского народа во имя жизни, во имя процветания Принимает парад, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне командующий 29-й общевой войсковой армией генерал-майор Алексей Юрьевич Авдеев Командующий парадом езжает на площадь и принимает доклад о готовности войск Читинского гарнизона к проведению парада Товарищ генерал-майор, войска Читинского гарнизона для парада Вознаменование 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал-майор Поплавский Поздравляю вас 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Поздравляю вас 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Поздравляю вас 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Пожины и прапорщики, офицеры и генералы, труженики тыла, дорогие ветераны Великой Отечественной войны Уважаемые забайкальцы, 70 лет назад, 9 мая 1945 года, завершилась самая кровавая война в истории нашего Отечества Наш народ и его воины ввели в войну справедливую, священную, подлинную отечественную. Они защищали в первую очередь свободу и независимость своей Родины. Всемирно содействовали спасению мировой цивилизации от опасности фашистского порабощения. В борьбе против фашистской агрессии советские воины показали непревзойденную боевую мощь, превосходство военного искусства. Боевые успехи наших войск стали возможными благодаря единству армии и всего народа, морально-боевой стойкости советских воинов, их массовому героизму, мужеству и отваге. И основу этих качеств составили беззаветную любовь к воинам своей Родине, лютая ненависть фашистских захватчиков, верность патриотическому долгу, уверенность в победе, утверждение в сознании каждого воина незыблемости лозунга. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Дорогие ветераны, выражаю слова глубокой благодарности вам, выжившим и выставившим в годы сурового лихолетия и низко склоняя голову перед теми, кто навечно остался в солдатском строю. Вечная им память и слава. В годы войны самоотверженно боролись с тылу врага партизаны и участники подполья, объединенные единым порывом, все для фронта, все для победы. Здесь примерный подвиг совершили находящиеся в тылу миллионы наших соотечественников, которые своим героическим трудом вместе с воинами Красной Армии и флота давали победу над Драгом. Выдающаяся роль достижения победы над Драгом сыграла и наше родное Забайкалье. Суровые годы в нашем крае были сформированы, обучены и отправлены на фронт воинские формирования, проявившие исключительный героизм и стойкость на полях сражения с фашистскими захватчиками. Сотни тысяч воинов-забайкальцев награждены орденами и медалями. Уважаемые ветераны, сегодня, в день 70-й годовщины Великой Победы, вы можете по праву гордиться своими сыновьями и внуками, теми, кто сегодня с оружием в руках бережет мир и покой нашей страны, достойно продолжают славные боевые традиции. Наши воины были, есть и будут надежной опорой России. Чем дальше в потоке времени отстают от нас суровые годы тяжелые испытания, тем более значительным и осмыслённым предстоит перед нами подвиг народа, одержавшую Великую Победу. Слава народу победителю! С праздником вас! С Днём Великой Победы! Ура, товарищи! Ура! 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 С Днём Великой Победы! С Днём Великой Победы!